В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается установить возраст выхода на пенсию по старости для женщин, родивших 4 детей 52 года, для родивших 3 детей 54 года. Отмечается, что сейчас женщины, родившие 4 и 3 детей и воспитавшие их до достижения имя возраста 8 лет, выходят на страховую пенсию по старости по достижении возраста 56 и 57 лет соответственно, при наличии у них соответствующей продолжительности страхового стажа. Женщинам, которые родили и воспитали 5 и более детей, сейчас предоставляется досрочный выход на пенсию в 50 лет. Пересдать ЕГЭ по новому порядку смогут выпускники 2024 года. У тех, кто выпустился в прошлые годы, такой возможности нет. Об этом сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев в ходе горячей линии по поводу проведения государственной итоговой аттестации в текущем году. Ранее выпускники могли пересдать в тот же год только обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике, так как без них не выдают аттестатов. Предметы по выбору было разрешено пересдать в следующем году после сдачи экзамена. Рособорнадзор уточнил, что пересдать можно будет только один экзамен, а первый результат аннулируют, даже если он будет лучше следующего. В этом году основной этап сдачи ЕГЭ начнется 23 мая и продлится до 1 июля. Паук выиграл чемпионат Греции по футболу по итогам сезона. В заключительном туре сезона команда из Салоников одолела на выезде Арис со счетом 2-1. В греческом Пауке в амплуа полузащитника играет ингушский футболист Магомед Аздоев. Паук набрал 80 очков и сохранил первое место в турнирной таблице. На второй строчке расположился Айк. Паук выиграл чемпионат Греции в четвертый раз в истории. Последний раз до этого команда брала золотые медали в 2019 году. Аздоев стал футболистом Паука в августе 2023 года. В Ингушетии стартует ежегодный конкурс на лучшее личное подсобное хозяйство. Конкурс будет проходить в два этапа. Первый этап включает в себя оценку и отбор участников на уровне муниципальных образований. Второй этап определит победителей. Заявки принимаются в письменном виде с фото- или видеоматериалами в органы местного самоуправления. Лучшие хозяйства будут выбраны специальной комиссией. Победители конкурса получат ценные призы. Первое место 500 тысяч, второе место 300 тысяч, третье место 200 тысяч рублей. В сельском поселении Верхние Очелуки ведутся работы по обновлению системы водоснабжения. На улице Комсомольская началась прокладка новой водопроводной линии. Протяженность нового участка составит 600 метров. Проводимые работы позволят значительно улучшить качество водоснабжения в данном районе. В Горной Ингушетии ведутся работы по восстановлению исторического комплекса «Эбан». МК «Рестстрой» выполняет реставрацию в рамках проекта «АСМ-Групп», включая укрепление скал и возрождение двух жилых башен. Проект поддерживает группа «Софмар» и фонд «Возрождение». Молодой ингушский музыкант Абдулга Фураушев готовится к участию во второй всероссийской детской фольклориаде в Казани. Мероприятие соберет в июне талантливую молодежь со всей России. Абдулга Фураушев играет на Дахчинпандере – старинном ингушском инструменте. Фольклориада пройдет с 19 по 23 июня. Сопровождать музыканта будет его учитель Башир Аздоев и художественный руководитель Асет Абдурзакова. Редактор субтитров А.Семкин